В этих изображениях египтологи видят сочетания различной египетской символики, такие как джет-столб, цветок лилии или змею. Однако любопытно, что подобного сочетания этих символов, кроме храмов Дендере, неизвестно. И это весьма странно, зная о том, что египетское изобразительное искусство просто изобилует канонами. Сторонники альтернативных вариантов ответов видят в этих лампах самые разные предметы, среди которых самым популярным считается, что это древний электрический осветительный прибор. Другие же видят воздушный шар в процессе подготовки к полету или лабораторную химическую посуду. Ну, по официальной версии, это украшение, которое носила богиня Хатхор, но проанализировав остальные изображения, в частности, Андрейска писал, что на всех других изображениях он выглядит по-другому совершенно. Обычные бусы или же, ну, по крайней мере, не дополнены вот этими элементами, пытались с сестрами и ладьёй с солнцем. И по легендам богиня Хатхор именно им исцеляла людей. И вот Андрей делал предположение, что действительно это был какой-то один из атрибутов, один из предметов богов, который обладал... Здравствуйте, дорогие друзья! Одним из самых впечатляющих и просто магически красивых памятников Египта является храм Хатхора в Дендере. Об этом храме и я хотел бы вам в этот раз рассказать. Вероятно, среди вас есть такие, которые уже там были, или только планируете туда попасть. Но я уверен, если вы там побываете, это будет впечатление на всю жизнь. Думаю, ни для кого не секрет, что храмы в Египте, имею в виду те, которые хорошо сохранились и они часто фигурируют на картинах и фотографиях Египта, расположены без исключения в Верхнем Египте, другими словами, на юге. Храм в Дендере расположен именно в этом регионе. А знаменитые пирамиды практически все находятся на севере, в Нижнем Египте. Конечно, особо никто не задается вопросом, почему именно так? Почему некоторые храмы так хорошо сохранились, а у других даже фундамент с трудом обнаруживается? Иногда объясняют это тем, что на севере Египта климат сильно разрушает строение. Но как тогда объяснить сохранность пирамид? Или же храмы были разобраны и использованы для строительства других сооружений в городе? Но опять же, пирамиды стоят на своих местах. Руины, остатки храмов продолжают обнаруживать и сегодня. Чаще всего над ними были возведены другие памятники, или вообще города за многие тысячелетия скрыли эти храмы под собой. Так, например, из храма в Мемфисе и в Гелиополе практически ничего не осталось. Мало того, над городом Гелиополь и храмом Солнца находится аэропорт Каира. Однако на юге Египта несколько уникальных храмов настолько хорошо сохранились, что иная мысль, как намеренная их защита для последующих поколений, не приходит на ум. К счастью, храм Хадхора в Дендере принадлежит именно к этим сохранившимся памятникам. Дендера находится на 60 километров к северу от Луксора, на западном берегу Нила. Сохранность храма объясняют тем, что активная торговля в последующем строительство города было на восточном берегу, и им не было дела до храма, чтобы использовать строительные блоки для своих целей. Конечно, в подобный ответ с трудом верится, так как известны южнее в более крупных и значимых городах храмы и на восточном берегу, которые прекрасно сохранились. Собственно, так выглядит храмовый комплекс в Дендере. Вся территория занимает около 40 тысяч квадратных метров. В центре расположен храм богини Хадхор. Здесь находятся северные ворота, откуда и входят туристы сегодня. Справа два дома рождений, а после них находится одна из самых известных больниц в Древнем Египте – санаториум. К западу от храма расположено священное озеро, а за самим храмом – дом рождения Исиды. Кроме северных ворот, есть еще восточные ворота, а сам комплекс окружен стеной. Храм Хадхор в Дендере датируется историками поздним греко-римским периодом. Считается, что строительство храма началось в 125 году до н.э. и длилось приблизительно 250 лет. Однако, египтологи также сходятся во мнении, что храм, вероятнее всего, полностью никогда не был завершен. Но должен здесь также сказать, что на территории комплекса были найдены погребения и другие находки, которые датируются до династическим и раннединастическим периодом – третьим тысячелетием до н.э. И это свидетельствует о том, что эта территория уже была культовой еще в глубокой древности и не исключает возможности того, что храм Хадхор стоит на более древнем основании. Но не только храм в Дендере, а и другие храмы на юге Египта были возведены на руинах древних сооружений. На территории комплекса были обнаружены фрагменты, также относящиеся к древнему и средним царствам. Часть их мы можем сегодня увидеть под открытым небом перед самим храмом. Некоторые древние структурные элементы все еще находятся под полом самого храма. И это хорошо видно в одном из боковых помещений. Значимость этой местности в глубокой древности не отрицают и тексты, вырезанные на стенах храма. Согласно этим текстам, храм был спланирован одним из самых загадочных фигур древности – имхотепом. Тем самым врачом, архитектором, астрономом и магом, которому приписывают и концепцию строительства знаменитых великих пирамид. Ну что в этом месте такого необычного? Почему храм в Дендере так хорошо сохранился до наших дней? Хадхор, которой посвящен сам храм в Дендере, была одной из древнейших главных богинь в мифологии Египта. Она была как и богиня неба, так и материнства, любви, плодородия и красоты. Чаще всего ее изображали в качестве женщины с коровьими рогами и солнечным диском посередине. Ее имя, Хадхор, в переводе означает буквально «поместье гора». И здесь немаловажно, что ее супругом считали Хорура – гора старшего, чей знаменитый храм находится на 150 километров южнее, в Этфу. Считается, что в древности существовали праздники, в рамках которых ежегодно священную статую гора везли по Нилу на ладе в Дендеру, к его возлюбленной, и таким же образом статую Хадхор везли в Этфу. Получается, что мы снова находим некие отголоски того, что в древности храмы в Этфу и в Дендере были домами богов, где вполне возможно и могли жить те боги, о которых говорят древние предания. А рудиментарные праздники и возобновленные храмы – это своеобразное почтение древних традиций, древней памяти. Еще одним интересным моментом является ориентация самого храма Хадхор. Зная о том, что практически все памятники Египта имели достаточно точную ориентацию на то или иное направление или звезду, вероятно, и храм Хадхор в Дендере – не исключение. Центральная ось храма направлена на север с отклонением к востоку на 18 градусов и 7 минут. Согласно исследованиям, в 54 году до н.э. ось храма смотрела на звезду Аль-Каид на конце ручки Большой Медведицы. Любопытно, маленький храм, дом рождения Исиды, расположен точно перпендикулярно к оси храму Хадхор, и в это же время звезда Сириус восходила на востоке, точно по его оси. Все эти звезды имели важное религиозное значение для древних египтян, и вполне возможно, что если перекрутить колесо времени еще дальше, в прошлое, то получится не первое столетие до н.э., а может быть, намного тысяч лет раньше. Строительный материал Центральный и главный храм и окружающие часовни были построены из местного песчаника, которого на юге Египта очень много. Но для некоторых частей храма, как в дальнейшем увидим, был использован и твердый гранит. Если с песчаником не так трудно было работать камнерезом, то с гранитом им, конечно, было непросто. Представьте тот колоссальный объем работы, которую древние скульпторы должны были сделать, ведь практически нету свободного сантиметра в храме, где не было бы каких-то надписей или изображений, как и снаружи, так и на внутренних стенах. С точки зрения строительных материалов, вряд ли самым интересным моментом можем назвать толстую окружающую стену вокруг всего комплекса. Стена была построена из необожженных кирпичей адобов. На криволинейной стены и волнообразную кладку, конечно же, египтологи, как и предполагалось, нашли объяснение и приписали этому символическое значение. По их мнению, эта кладка символизирует волны первозданного океана Нун, посреди которого появился холм, первозданная суша на заре сотворения мира. Конечно, в подобное с трудом верится, стоит только сравнить с мастерством каменщиков, которые строили сам храм. И здесь не нужно быть специалистом, чтобы заметить, стена и храм – это дело рук совершенно разных мастеров с абсолютно другими строительными навыками. Подобно несуразной стеной окружены и другие храмы, к примеру, в Эдфу или в Мединет-Абу. Но почему такой сильный контраст? Кажется более вероятным, что те, кто возводили эти стены, не имели к строительству храма абсолютно никакого отношения. Они просто пытались защитить эти храмы так, как умели, возведением кривых стен из глины. А почему хотели защитить эти храмы? Да потому, что эти места считались священными, домами самих богов. И они понимали, что на стенах храма, а также сам храм, являются носителями древней мудрости. На самом деле, признаюсь честно, храм Хадхора в Дендере стоит на первом месте среди всех моих любимых памятников в Египте. Его гипостильный зал с огромными хатерическими колоннами, часовни, барельефы, все те цвета и звуки создают впечатление некой музыкальной шкатулки, где образы и мудрость сливаются воедино с помощью какой-то древней, забытой, потерянной алхимии. Храм Хадхор стоит на толстом фундаменте из блоков песчаника, которые уходят под землю согласно исследованиям на глубину 4,5 метра. Собственно, храм состоит из следующих частей. Большой гипостильный зал, зал явлений или маленький гипостильный зал. После него следуют залы дворов и эннеады, а в конце находится сама святая святых. Вокруг святилища и других залов по сторонам находятся различные часовни и складские помещения. Большой гипостильный зал, вероятно, самая запоминающаяся часть храма. Потолок этого зала подпирают 18 внутри и 6 спереди гигантских хаторических колонн. Хаторические колонны в египетской архитектуре считаются колонны, капиталь которых изображают с четырех сторон головы богини Хадхор, смотрящие, соответственно, по направлениям сторон света. Часто также приводят параллель между хаторическими колоннами и древнеегипетским музыкальным инструментом – погремушкой, которая более известна как «систер» или «систрум». На изображениях храма часто можно встретить этот инструмент. Но гипостильный зал, кроме его потрясающих колонн, знаменит своими барельефами и изображениями на потолке. На сегодня реставраторам удалось почистить от многовековой копоти и налета практически весь потолок этого зала. Астрономические изображения вероятно одни из самых любопытных моментов. Здесь находятся так называемые «дендерские длинные зодиаки» с изображениями нам уже известных созвездий, например, Скорпиона или Рыб. Эти зодиаки, как и знаменитый круглый зодиак, о котором немного позже еще расскажу, обычно датируют первым столетием до нашей эры, как и сам храм. Но, к сожалению, более обширных, независимых исследований, которые допустили бы возможность более древней датировки, в этом направлении не проводились, так как если бы они подтвердили отличающуюся от принятой историками датировку, то это вызвало бы серьезные проблемы. Борелефы на потолке зала настолько тщательно сделаны, что создается впечатление, как будто древние скульпторы работали над шкатулкой для украшений. Только эта шкатулка — гигантский каменный храм. После большого зала с колоннами следует маленький гипостильный зал с шестью хаторическими колоннами. И здесь можем встретить следующую странность. Как уже упоминалось ранее, храм построен из песчаника, однако в этом зале основание колонн не песчаник, а твердый гранит. По какой-то причине древние зодчие здесь решили использовать гранит, или же, что кажется более вероятным, гранитные элементы. И, возможно, даже часть храма стоял здесь с древних времен. А позднее строители лишь пытались провести реставрационные работы, возможно, добавить что-то от себя или расширить сам храм. Подобные реставрационные работы проводились в Египте довольно часто. Те или иные фараоны реставрировали более древние сооружения, которые представляли для них ценность. И нам это известно из сохранившихся источников. Но это не является доказательством того, что они возводили эти строения. Любопытно, но сама святая святых, самое сакральное место в храме, это на самом деле совершенно отдельная структура. Ее стены, потолок, крыша, вся эта часть храма не связана никакими конструктивными элементами и с самим храмом вокруг. Другим интересным моментом в планировке самого храма является то, что святыня находится выше всех ранних залов. Зор посетителя, войдя в храм, подсознательно направляется в центральную святыню, так как все последующие помещения и залы являются меньшими по высоте. И этот эффект получается благодаря тому, что пол каждого последующего зала находится немного выше, чем предыдущий. Давайте посмотрим на крышу, как выглядит перекрытие святая святых. Все эти гигантские блоки, весом в десятки тонн, лежат друг на друге в два, а может и в три слоя и являются перекрытием центральной святыни. Но для чего нужно было такое массивное перекрытие? Ведь сверху, насколько нам известно, строить ничего не планировали. Эти детали прекрасно демонстрируют то, что центральная часть храма – это отдельная структура, которая могла быть здесь еще до строительства гипостильного и других залов и помещений. Попасть, собственно, на крышу можно по лестницам с восточной и западной сторон. Восточная лестница длинная, прямая, западная – п-образная. Считается, что крыша храма выполняла несколько любопытных функций. Среди них хотел бы выделить следующие. Как и в других храмах Египта, так и в этом храме проводились астрономические наблюдения, что, собственно, подтверждают барельефы. А эти наблюдения проводили в основном на крыше. Второй момент – это то, что при исключительных случаях на крышу храма допускались даже простые люди. Не только священнослужители. Для того, чтобы они могли встретиться с богиней или богом, получить ответы на свои вопросы во сне. Но интересно, откуда возникла такая традиция? На крыше храма находятся несколько часовен. Например, в одной из часовен можем видеть детальную историю воскрешения Осириса, бога загробного мира. Древние египтяне считали, что именно он научил их земледелию, виноделию, подарил им блага цивилизации. В помещении, ведущем в часовню Осириса, находится, вероятно, один из самых известных изображений в храме – дендерский зодиак. Сам зодиак находится на потолке Прунауса, точнее, то, что мы сегодня видим в храме. К сожалению, это всего лишь жалкая копия того оригинала, который выставлен сегодня в музее Лувра. История этого уникального артефакта очень печальная. В 1802 году экспедиция Наполеона Бонапарта изучала храм в Дендере, и им приглянулся этот зодиак. Они варварскими методами вынули часть потолка. Тогда еще все краски сохранились на этом барельефе, но, к сожалению, блок упал в воду, и пока они достали его, почти все краски уже стерлись. Так как звездное небо всегда в движении, исследователи предположили, что зодиак указывает на какую-то определенную дату. С момента обнаружения зодиака ведутся активные споры об этом. Одни считают, что здесь указана дата – 2500 год до нашей эры. Другие считают, что это вообще дело рук средневековых мастеров. Однако последние исследования указывают на 51 или 54 годы до нашей эры. И соответственно, для историков это подходящая дата, так как этим же временем датируют археологи сам комплекс в Дендере. Но так ли это? Среди исследователей есть и такие, которые считают, что на самом деле на этом зодиаке слишком мало данных, чтобы его датировать. Или же мы слишком мало о нем знаем и, возможно, неправильно интерпретируем те или иные изображения. Поэтому данный вопрос, как и многие другие, остаются открытыми и сегодня. Кроме видимых помещений храма Хадхор, есть также загадочные скрытые узкие коридоры и комнаты. Их чаще всего называют криптами. В храме известны 12 крипт. Все крипты без исключения скрыты в стенах храма. Крипты расположены на трех уровнях. Первый уровень под основанием храма, второй на уровне основания, а третий находится над вторым уровнем. Как и стены самого храма, так и стены этих скрытых коридоров изобилуют многочисленными изображениями и текстами. Детализация и качество работы древних скульпторов, изготовивших их, просто изумляет. Конечно же, возникает вопрос, каково предназначение этих крипт? Как могли в таком узком пространстве работать скульпторы? И мало того, здесь нет ни освещения, ни вентиляции, кроме единственного входа. Это может только ощутить тот, кто спустится туда. Находясь там, даже без молотка и зубила, после нескольких минут дышать становится нечем. А если представить, что древним мастерам тут нужно было работать при свете масляных ламп, то сомнений в этой уже само по себе абсурдной версии становится еще больше. При спуске в одну из таких крипт, которая находится под южной стеной храма, становится понятным, что в эти скрытые коридоры, вероятно, не предполагалось или же не планировалось так часто входить. У этого предположения есть несколько причин. Сам вход имеет крайне неудобные размеры и конструкцию, в котором никаких ступеней не было. Сегодня туристы спускаются сюда по современной деревянной лестнице. И чтобы древние зодчие такое не предусмотрели при строительстве, просто не верится. Второй причиной является то, что вероятнее всего входы в эти крипты были закрыты каменной пробкой. И с трудом можно представить, чтобы жрицы или священнослужители храма манипулировали такими каменными глыбами. Судя по надписям и изображениям, египтологи сделали вывод, что крипты были использованы для хранения различной храмовой утвари и других священных предметов. Но только стоит представить, с какими трудностями сталкивался священнослужитель, чтобы достать из этих крипт нужный ему предмет для того или иного ритуала. А таких ритуалов было немало. Судя по надписям и изображений Судя по надписям и изображений На стенах этой крипты изображены, вероятно, самые интригующие и спорные изображения, о которых так любят спорить историки со сторонниками альтернативной истории. Дендерские лампы В этих изображениях египтологи видят сочетания различной египетской символики, такие как джет-столб, цветок лилии или змею. Однако любопытно, что подобного сочетания этих символов, кроме храма в Дендере, неизвестно. И это весьма странно, зная о том, что египетское изобразительное искусство просто изобилует канонами. Сторонники альтернативных вариантов ответов видят в этих лампах самые разные предметы, среди которых самым популярным считается, что это древний электрический осветительный прибор. Другие же видят воздушный шар в процессе подготовки к полету или лабораторную химическую посуду. Девушки отдыхают По официальной версии это украшение, которое носила богиня Хатхор, но проанализировав остальные изображения, в частности Андрей сказал, что на всех других изображениях он выглядит по-другому совершенно. Обычные бусы или же, ну по крайней мере не дополнены вот этими элементами, да, с сестрами и ладьей солнцем. И по легендам богиня Хатхор именно им вот исцеляла людей. И вот Андрей делал предположение, что действительно это был какой-то один из атрибутов, один из предметов богов, который обладал целительной силой. Принцип сложно предполагать, да, что именно там, какой принцип был заключен. Ну какое-то волновое возможно воздействие. У нас же сейчас есть всякие там магнитные там резонаторы и так далее. Вполне возможно, что именно загадочные божественные предметы хранились когда-то в этих криптах. А уникальные изображения и надписи на стенах этих тайных комнат были своеобразными инструкциями по их использованию и хранению. В 60-х годах 20 века вандалы выломали часть барельефа из одной такой скрытой комнаты. И по этой причине, к сожалению, сегодня открыты для туристов только 3 из 12. Какой барельеф был украден и почему это было так важно для них, к сожалению, мне неизвестно. Но все это только добавляет загадочности этому уникальному храму в Дендере. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Подобных загадочных и любопытных моментов в храме Хадхор немало. Взять, например, водосточную систему на крыше храма. Зачем в такой жаркой стране была нужна система водостока? Или, например, мегалитическое ядро? Все эти моменты дают нам основание предположить, что храм Хадхора в Дендере или его части гораздо древнее, чем нам говорят сегодня историки. И к изучению этого объекта нужно подойти с совершенно другой стороны. Надеюсь, вам мой рассказ понравился и после этого видео вы сможете посетить этот объект и посмотреть на него с другим взглядом. Благодарю вас за внимание и до скорых встреч, ребята. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok